МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чуть больше 50 дней осталось до проведения самой важной конференции текущего года. КОП-29 пройдет в Баку. Именно сюда, в столицу Азербайджана, приедут мировые лидеры, главы государств и правительств, президенты, для того, чтобы обсудить, найти решения главных вопросов, связанных с борьбой с изменением климата. С последствиями изменения климата многие страны, особенно развивающиеся, сталкиваются уже сегодня. И они надеются на то, что именно в Баку их голос будет услышан. О том, в какой тональности пройдут переговоры в Азербайджане, Стоит ли ждать поворотных решений и в целом, как ведется подготовка к самому масштабному мероприятию текущего года, мы поговорили с назначенным президентом КОП-29 Мухтаром Бабаевым. Мухтар, здравствуйте. Спасибо, что нашли время, ответили на наши вопросы. Рады приветствовать вас у нас в эфире. Спасибо большое. Мы с вами в последний раз виделись в эфире на полях КОП-28. Именно тогда было объявлено о том, что КОП-29 будет проводиться именно в Азербайджане, в Баку. Что изменилось с тех пор, как в отношении Азербайджана с точки зрения борьбы с изменением климата в рамках международного сообщества, так и внутри страны в отношении этой действительно очень важной темы? Спасибо большое, что уделяете внимание этому очень серьезному, большому мероприятию, которое пройдет в нашей стране в ноябре этого года. Да, все начиналось в прошлом году. Достаточно интенсивная работа по подготовке нашей кандидатуры была проведена. И несколько наших государственных организаций были вовлечены в процесс подготовки. И в декабре прошлого года, в последний день конференции, было принято решение о том, что КОП-29 пройдет в Азербайджане, откровенно говоря, была достаточно кропотливая и часто достаточно нервозная работа, потому что многие страны, которые тоже хотели бы себя видеть в качестве страны, принимающей КОП, восточные группы, восточноевропейские группы, они продолжали настаивать на том, чтобы это прошло в их стране, но благодаря консенсусу, который был в конце концов между сторонами принят, были приняты очень серьезные политические решения со стороны Азербайджана, консенсус был найден. Азербайджан был объявлен страной, принимающей КОП-29. Ну, соответственно, как вы понимаете, очень много вопросов в нашей стране появилось, как Азербайджан сможет это мероприятие провести, как он будет вести сам процесс переговоров, потому что, откровенно говоря, многие думают, что КОП-29 – это одно лишь мероприятие, которое будет проходить две недели. В Азербайджане далеко не так. Это очень серьезный, длительный переговорный процесс, очень сложные темы. На КОП-29 будут обсуждаться, можно сказать, самые сложные темы – это вопросы финансирования. Соответственно, вопросы финансирования всегда были самыми сложными на всех КОПах, потому что страны, которые выделяют средства, они, соответственно, выставляют свои требования, при каких условиях они будут готовы эти средства выделять. Страны, получающие эту помощь, они, соответственно, всегда недовольны цифрой, которые, скажем, странами, донорами выделяются. Очень много разных достаточно позиций в отношении того, как пройдут переговоры в Азербайджане. Но в целом, если вы позволите, у нас действительно было довольно мало времени на подготовку, потому что некоторые страны знают о том, что они будут председательствовать в КОП, за несколько лет даже бывают такие случаи, у нас было всего лишь 8 месяцев. Как она эта подготовка в целом проходила? Ведь действительно, это не только одна конференция, это не только одни переговоры, это масштабное мероприятие, которое объединяет в себе тысячи людей. Я хотел бы немножко вас поправить. 10 месяцев все-таки, да, 10 месяцев. Очень короткий срок, вы правы, что страны обычно получают информацию о том, что они принимают следующий такой большой саммит как минимум за два года. Вот, например, на КОП-28 было принято решение, что страной, принимающей КОП-30, будет Бразилия. Это будет 2025 год. То есть, у Бразилии было как минимум, есть как минимум два года, или было два года на подготовку и проведение мероприятия. Соответственно, за два года можно сделать очень много в сфере как переговорного процесса, так и, соответственно, подготовки технического саммита самого как такового. Поэтому, да, у нас был очень короткий и есть очень короткий срок. Большая часть вот этого подготовительного периода уже прошла, осталось буквально меньше двух месяцев. Соответственно, сейчас у нас достаточно интенсивная часть переговорного процесса посвящена, потому что, как бы так, позиции сторон все больше и больше, скажем так, начинает уже подогревать этот процесс. У нас очень достаточно сильная команда, ребята достаточно подготовленные и, откровенно говоря, мы научились за прошедшие несколько месяцев определенным вещам, те, которых мы не знали. Я думаю, что мы сможем достаточно вот за тот срок, который остался до КОПа. У нас несколько есть больших мероприятий, которые до КОПа будут проведены. Это и в Баку мероприятия по переговору по финансированию, это и в Нью-Йорке. Потом у нас будет шанс это сделать на климатической неделе в Баку с 30 по 4 октября. Далее это прикоп, это предварительный митинг на уровне министров. Он будет проходить 10-11, предварительное заседание будет проходить, начиная с 8 числа. Значит, 8-е, 9-е, 10-е, 11-е. Октября. Октября, да, октября. Дальше это Вашингтон, это осенняя сессия финансовых, международных финансовых институтов. Опять же шанс. И дальше уже сам КОП до самого последнего дня. Это мероприятия, эти переговоры, это попытки сторон найти компромисс. А больше всего это принимающая сторона, она пытается все сделать, чтобы этот компромисс был найден. Соответственно, мы также будем добиваться того, чтобы решения в Баку были приняты. Тему Вы знаете, это новый уровень финансовой помощи, который страны с развитой экономикой должны выделить для стран с развивающейся экономикой. Ну вот, примерно, основной вопрос это. Вот скажите, Вы сказали про команду. Но насколько я понимаю, команда это не только операционная компания КОП-29, это также общественный совет, научный совет. Какая функция на них возложена? Вы абсолютно правы, был организован и создан общественный совет КОП-29. Туда входят очень известные люди, это бывшие руководители стран, президенты, премьер-министры, министры, руководители международных организаций. Очень известная, серьезная и уважаемая аудитория, которые активнейшим образом помогают нам в проведении нашей политики, в проведении наших переговоров. У нас сейчас следующая встреча и заседание общественного совета планируется в Нью-Йорке провести. И мы будем с ними обсуждать, какие шаги и какие решения должны принять команда КОП-29 в этот последний период перед КОПом непосредственно. И как общественный совет сможет нам в этом помочь? Потому что там очень деятельные люди, опытные люди, и мы очень на их поддержку и помощь надеемся. Научный совет создан в КОП-29. И на самом деле мы смогли с помощью наших ученых, азербайджанских ученых, собрать очень уважаемую публику ученых, которые также помогают нам в проведении экспертизы проектов. И, разумеется, очень серьезные с их стороны рекомендации по, как правильно позиционировать определенные вопросы, как позиция Азербайджана должна быть в этом вопросе озвучена. И вот эти оба совета, общественный совет и научный совет, они играют достаточно большую роль в проведении нашей общей этой кампании по переговорам. Поэтому мы в этом вопросе не одни, то есть не только команда КОП-29, но и большая роль общественного совета и научного совета. Поправьте меня, если ошибаюсь, но, насколько я понимаю, наша роль именно в этой конференции, престижнейшей во всем мире в отделе борьбы с изменением климата, не заканчивается в ноябре текущего года. Соответственно, работа определенно будет проделана и после. И в этом контексте мне очень интересен формат тройки, потому что, насколько я понимаю, это новшество, которое именно азербайджанское председательство предложило при проведении этой конференции. В чем он заключается? Какая функция возложена на формат тройки? И есть ли уже какие-то результаты от этого взаимодействия? То есть это Объединенные Арабские Эмираты, мы и, получается, Бразилия, где пройдет КОП-30? Очень интересный вопрос вы задали. Этот формат впервые используется в рамках КОП климатических конференций сторон. Достаточно много вопросов. Это касается... Страны должны правильно сформулировать свои интересы и суметь это все соорганизовать с интересами других стран. Как минимум трех стран, которые, скажем, выступают уже в этих вопросах под одной позицией. Тройка в отношении нынешнего КОП-29, если посмотреть, у нас создана специальная рабочая группа, которая сфокусирована на амбициозных задачах, связанных с обязательствами стран по уменьшению эмиссии. Как вы знаете, научный орган ООН, их рекомендация – это сохранить процесс потепления на уровне 1,5 градуса. Соответственно, страны должны готовить свои программы по уменьшению эмиссий, не только СО2, но и СО2+, других газов тоже, других эмиссий тоже, для того, чтобы этот порог не был пройден. Соответственно, страны надо мотивировать к этому. Страны надо максимально, скажем так, агитировать и призывать к тому, чтобы подготовленный ими новый документ по сокращению выбросов соответствовал этой очень серьезной границе. Поэтому очень много вопросов. Некоторые страны к этому не готовы. и с ними приходится очень много работать. Это легче делать, когда ты с ними разговариваешь не один. В этом случае и Эмираты, и Азербайджан, и Бразилия. Мы сфокусированы на том, чтобы все-таки страны, мотивировать страны, переговаривать страны максимально, давать им возможность самим тоже объяснить, на каких условиях они могли бы на это пойти. То есть, это серьезный переговорный процесс, который нацелен на то, чтобы страны сделали свои цели наиболее амбициозными. Соответственно, иногда бывает, что позиции сторон достаточно разные, и нам приходится очень долго на эту тему с ними говорить. Но мы достаточно терпеливы. И в этом случае нам помогает еще и взаимодействие с Эмиратами и с Бразилией. Как Бразилия сможет использовать этот опыт, и как Бразилия смогла бы продолжить этот тренд у себя на мероприятии в следующем году, в 2025 году. Чтобы вы понимали, здесь вопрос такой, такой, что Бразилия в первую очередь заинтересована, чтобы страны сделали очень амбициозные новые документы, обязательства. Подготовили их в соответствии с теми рекомендациями, которые дают нам ученые. Документ, который регламентируют, он называется NDC на английском языке, он будет принят, вернее, страны должны его подать до февраля 2025 года. Соответственно, это будет уже после КОП-29, попадает на КОП-30. Их утверждение, их рассмотрение, их обсуждение. Но все это будет проходить во время нашего председательства. Как вы понимаете, председательство Азербайджана на КОПе продолжается вплоть до начала очередного КОПа в Бразилии, КОП-30. Поэтому это попадет на нас. Эта миссия будет наша. Мы должны быть вместе с Бразилией ее очень активно продолжать. Сейчас мы с Бразилией уже и на двухсторонней основе. несколько платформ создали, которые позволяют более активно с усилиями двух стран эту тематику еще больше подогревать, ее более активизировать, искать новые варианты воздействия на процессы, чтобы все-таки страны смогли, скажем так, еще более поднять свои амбиции, еще более серьезные подходы нашли для того, чтобы уменьшить эмиссии, которые в настоящее время на краткосрочной и среднесрочной, и долгосрочной перспективе. Мы с вами говорили до начала интервью о том, что каждый КОП уникален, и ни один КОП не похож на предыдущий. Каким будет КОП-29? Какая тональность будет у переговоров, которые будут проходить именно в столице Азербайджана? Ну, честно говоря, мы ждем очень жаркие дебаты. Очень жаркие дебаты. Понимая, что вопрос финансов, он всегда является одним из самых таких, для сторон, очень интересный. И, честно говоря, скажем так, большая роль здесь будет Азербайджана как команда КОП-29, как навигатора всех этих процессов. Соответственно, на нас выпадает очень большая роль создать все необходимые условия для проведения этих переговоров. Позиции сторон, они по-своему обоснованы. Каждая страна считает, каждая страна, либо группа стран считает, что их подход является самым важным. Основной вопрос этого КОПа – это новая финансовая цель. Как вы знаете, предыдущая финансовая цель была 15 лет тому назад принята. Это было 100 миллиардов долларов. Впервые эта цифра, то есть порог 100 миллиардов, был превышен, выполнен и превышен даже чуть-чуть в 2022 году, по данным ОСЕДИ. Соответственно, страны сейчас, в основном это страны, развивающиеся страны, они ожидают, что на КОПе-29 будет принята новая цифра. Она будет больше амбициозная, она будет больше, чем сегодняшние обязательства стран. Поэтому очень серьезные идут переговоры, соответственно, наша команда тоже в этом активно участвует. Мы пытаемся создать все условия, чтобы они были плодотворны и мотивировать страны найти в конце Баку, в консенсус по этому вопросу. Но нелегкая задача, очень серьезная задача. Еще несколько вопросов касательно финансирования. И один серьезный, очень дополнительный инструмент – это карбоновый маркет, это рынок карбоновых сертификатов, который тоже является одним из основных, возможных инструментов вовлечения частного сектора, частного бизнеса и их финансов в этом вопросе. Тоже очень серьезная тема, по которой незавершенными остаются несколько статей, в частности, две статьи. Одна статья уже согласована, еще две остались, над которыми очень серьезная работа идет. Если мы сможем с другими странами совместно прийти к согласию по этим оставшимся статьям, то мы смогли бы запустить, во время КОП-29, запустить дополнительный новый механизм финансирования митигационных процессов в странах. Мы считаем, что на сегодняшний этот рынок недооценен, он может достаточно очень амбициозными цифрами себя проявить в очень краткосрочной перспективе. Поэтому это тоже будет одним из фокусов нашей работы. А есть уже понимание того, как должны проходить эти процессы? И есть ли партнеры, с которыми мы уже работаем над собой? Мы работаем со всеми странами, но в основном это и с основными игроками. То есть есть страны, которые, скажем, с определенными вопросами не согласны ставить свои условия, требуют принятия своих каких-то определенных требований, подходов. Но вот мы должны сделать так, чтобы эти стороны сблизить и в конце концов прийти к согласию. Но это очень серьезный переговорный процесс. Определенные вещи я просто не могу пока озвучивать. Но есть определенный прогресс. Мы хотели бы, чтобы мы смогли его завершить в Баку в ноябре. Это создастся очень большие возможности. Еще один очень серьезный вопрос – это обеспечение работы, начало работы фонда потери и ущерба. Вы знаете, фонд этот создан в 2022 году в Шарм-эль-Шейхе на КОП-27. В начале операции решение не было принято. Оно перешло на КОП-28. На КОП-28 также стороны не смогли принять решение на этот счет и, соответственно, перешло на КОП-29. Сейчас мы обсуждаем этот вопрос. Как раз позавчера, вчера и сегодня идут в Баку дебаты директоров, которые приехали сюда, членов Совета с разных стран, которые обсуждают как раз, как этот фонд будет работать и назначение директора этого фонда. Мы очень, конечно, пытаемся эти вопросы согласовать, чтобы мы смогли принять итоговое решение о начале работы этого фонда. Очень важный вопрос, потому что в работе этого фонда заинтересованы развивающиеся страны. В особенности это касается стран, наиболее подверженных климатическим последствиям. Вот, скажем так, это цунами, это тайфуны, это серьезные другие катаклизмы природные. Поэтому ожидание стран очень большое, что в Азербайджане эти решения будут приняты. Да, и действительно, особенно этот вопрос волнует страны глобального юга, страны, которые сталкиваются напрямую с последствиями изменения климата. И вот мы также, как журналисты, общались с представителями разных стран. И вот одна из таких стран, это Пакистан, там и официальные лица, и представители неправительственного сектора выражают, скажем, такую большую надежду на КОП-29 именно в Баку, потому что они ждут, многие представители этих стран ждут, что именно в Баку их голос будет услышан. Вот вы как раз сказали про мотивацию стран. Насколько мы ожидаем активности стран, которые имеют не так много возможностей проявить свой голос? Ну, вы знаете, мы с самого начала поставили для себя цель и объявили ее, что КОП в Баку будет под двумя большими приоритетами. Это транспарентность и инклюзивность. Соответственно, в наши задачи входило услышать все стороны. Этому был посвящен, можно сказать, весь первая часть этого года, даже, может быть, чуть позже, включая август месяц. Это поездки в самые дальние регионы, на острова, которые очень серьезно подвержены различным климатическим последствиям, катаклизмам. Поэтому мы смогли, в принципе, охватить все страны, которые смогли и высказать свои пожелания, свои ожидания в отношении КОП-29. Некоторые очень серьезно ставили вопросы по скорейшему решению всех этих вопросов операбельности фонда потерь и ущерба, но и еще другие вопросы поднимали страны. Это упростить доступ к средствам. То есть создать фонд, внести туда определенные средства, начать его работу – это одно. Но еще и страны, которые подвержены этим рискам и этим климатическим катаклизмам, их очень много, они, соответственно, хотят после, скажем, всех этих происшествий, хотят получить компенсацию и хотят получить ее быстро. Процедура достаточно на сегодняшний день сложная, немножко длинная. Соответственно, есть определенное, скажу, недовольство, но пожелание этих стран упростить эти процедуры. Соответственно, наши переговоры с международными финансовыми институтами, с международными финансовыми организациями, они нацелены также на то, чтобы, как сделать так, чтобы этот финансовый механизм максимально упростить, эту архитектуру на сегодняшний день, которая долгие годы, она функционирует, ее несколько сделать более либеральной, что позволило бы странам, развивающимся странам, в особенности странам, в которых эти процессы, они наиболее разрушительны, характер имеют, и в которых достаточно большие последствия, скажем, очень серьезные финансовые потери, чтобы эти страны получили эту возможность к достаточно быстрым решениям. Это очень интересная тема, потому что я знаю, что она действительно интересует многие государства и стейкхолдеров в том числе, но здесь, насколько я понимаю, механизм довольно сложный, я бы не хотела сейчас на этом останавливаться. Интересна очень тема про островные государства. Это вот малые развивающиеся островные государства, про них говорила глава государства, выступая на определенных конференциях. И, насколько я понимаю, в рамках КОП-29 мы планируем создать отдельный форум, скажем, да, где будут подниматься вопросы, которые их тревожат. Что это будет за механизм, как он будет функционировать, кто будет в него включен? Вы очень правильно отметили, что Азербайджан уделяет очень большое внимание предоставлению всей необходимой инфраструктуры и площадки для того, чтобы эти страны смогли здесь, в Баку, себя максимально представить. И это достаточно, я вам скажу, очень серьезная, большая работа для этого была проведена. Кстати, наверное, вы знаете, что Азербайджан также подписал соответствующее соглашение по выделению финансовой поддержки этим странам, островным государствам. Также подписано соглашение, по которому Азеркосмос будет оказывать им информационную поддержку. Будут предоставить необходимые, скажем, информационные материалы по изменению, изменения, связанные с береговой линией, для оценки последствий климатических определенных катаклизмов. Это на сегодняшний день со стороны Азербайджана был сделан очень серьезный шаг. В поддержку этих стран мы хотим предоставить им здесь, в Баку, всю необходимую поддержку, чтобы они и смогли все свои вопросы обсудить. Мы предоставим возможность и в виде павильонов, и в виде необходимых мероприятий, которые также будут с нашей поддержкой здесь проведены. Я думаю, что это достаточно большая программа, Азербайджан уделяет этому очень большое внимание. И, как вы правильно отметили, глава государства неоднократно подчеркивал о том, что Азербайджан будет поддерживать эти страны. И в рамках КОП-29 для этого очень хорошая сейчас создана возможность. Кроме того, Азербайджан, как председатель движения неприсоединения, на протяжении четырех лет уже показал, как Азербайджан может действовать. И благодаря усилиям Азербайджана, поручениям главы государства, очень много было сделано и в качестве финансовой поддержки, и технической поддержки нуждающимся странам. И это, скажем так, пошло нам на пользу, потому что у нас очень хороший контакт с этими странами. Они верят в Азербайджан. Верят, что Азербайджан сможет достойно представить их интересы совместно с ними и поддержит их. Да, действительно. Но, насколько я понимаю, не только у развивающихся государств такие высокие ожидания от Азербайджана. Также я бы хотела отдельно поговорить про страны Центральной Азии, про страны Тюркского мира. Это партнеры Азербайджана по многим направлениям. Насколько активным ожидается их участие на КОП-29? Какие вопросы их тревожат? И что могут заявить про свои страны, про свои проблемы, в частности Казахстан, Узбекистан и другие страны Центральной Азии? Вы знаете, здесь очень серьезная работа идет, в особенности с странами Центральной Азии, с Турцией, с другими странами региона. Я вам скажу, что мы за последние примерно около двух лет создали очень серьезную команду и создали ее так уже, смогли покрыть наших друзей в Центральной Азии и в других странах. И достаточно оперативно, и очень эффективно работающая система взаимоотношений. Мы дружим ко всему прочему, мы обсуждаем, очень часто ездим друг к другу. Мы хотели бы очень серьезно, скажем так, сфокусировать наши определенные проекты именно на региональном уровне. Это будет касаться и прикаспийских стран, это будет касаться и стран Центральной Азии, которые в несколько очень серьезных проектов мы рассматриваем совместно с ними. Они все будут в Азербайджане, они на сегодняшний день, все страны уже зарезервировали свои павильоны, они захотели очень активно участвовать, и мы очень благодарны их поддержке. Кстати, впервые Азербайджан номинировал Казахстан и специального представителя президента Казахстана Зульфию Сулеймену как ко-фасилитейтера по одному из наших проектов по транспарентности. Это впервые представитель Казахстана и вообще представитель постсоветского пространства участвует как ко-фасилитейтер. Это то есть человек, который на высоком уровне будет продвигать нашу агенду, нашу тематику в отношении транспарентности, подготовки репортов по транспарентности и соответственно переговоров со странами, чтобы привлечь как можно больше стран, представить все необходимые репорты транспарентности в 2024 году. Вот вы сказали про прикаспийские государства, и здесь возникает вопрос Каспия, ведь все страны, которые сталкиваются с этой проблемой, не могут не говорить про обмеление Каспия. Будет ли обсуждаться эта проблема в рамках КОП-29, и есть ли уже какое-то совместное решение или даже самая агенда? Обязательно будет. Обязательно будет. Вопрос Азербайджанам неоднократно и до КОПа-28 неоднократно поднимался на уровне руководителя страны, на уровне руководителя других стран, прикаспийских стран. Вопрос обмеления Каспии сегодня это один из очень серьезных, приоритетных вопросов нашей внешнеэкологической политики. Это вопрос касается не только экологии, это вопрос касается, скажем, не только биоразнообразия Каспия, это касается и городов, и всей прибрежной зоны, и туризма, и судоходства, и наших всех офшорных, находящихся в море инфраструктуры, гидротехнических сооружений. Представьте себе, сколько вопросов связано с Каспием. Поэтому очень серьезный вопрос. Мы собираемся открыть несколько площадок Баку для переговоров со всеми прикаспийскими странами. И мы думаем, что мы сможем привлечь внимание мировой общественности, в особенности научной общественности, для того, чтобы найти несколько более, изблизить позиции ученых по вопросу моделирования. Что будет с Каспием в ближайшей или среднесрочной перспективе? Потому что очень разнятся подходы научных институтов. Более ста разных моделей, что будет с Каспием. Одни очень пессимистичны, другие более оптимистичны. Конечно, пессимистичных больше. Соответственно, нам надо найти оптимальную модель или не одну модель, а несколько, но более близких, которые смогли бы правильно нам создать условия для подготовки адаптационных мер. К сожалению, судьба орала, она на сегодняшний день уже показывает, насколько разрушительной может быть то, что определенный период времени страны остались безучастны к этому вопросу. Я имею в виду страны мира остались безучастными. И на сегодняшний день уже мы видим достаточно плачевную картину, которая создалась вокруг орала. Соответственно, мы хотели бы максимально сфокусироваться на Каспии. Конечно, это будет касаться других водных бассейнов по всему миру, потому что процессы идут разные. Мировой океан поднимается, уровень мирового океана и морей поднимается. У нас в Каспии обратный процесс. Всему этому есть научное объяснение. Надо правильно суметь скоординировать действия всех этих научных кругов, которые позволили бы странам правильно подготовиться к дальнейшему развитию событий. У нас осталось не так много времени, но я бы хотела коснуться еще одной важной для страны темы. Это зеленый переход, скажем, Green Transition. Это переход на возобновляемые источники энергии. Насколько эта тема будет преобладать в рамках переговоров на КОП-29? Ведь, насколько я понимаю, каждая страна, которая председательствует в этой конференции, имеет право задавать тон важным для себя вопросам. А для Азербайджана именно возобновляемые источники энергии являются одной из наиболее актуальных тем на сегодняшний день. Абсолютно верно. Не только вопрос возобновляемой энергии. Вы, наверное, знаете, мы объявили тематические дни и достаточно широкий спектр вопросов, которые страны смогут обсудить здесь наряду с возобновляемыми источниками энергии. Это касается и здоровья, это касается образования, туризма, продовольственной безопасности, сельского хозяйства и многих других вопросов. Этому посвящены тематические дни, в рамках которых каждая страна или международная организация сможет активно выставить эти вопросы на обсуждение. И, соответственно, очень много будет дебатов, очень много предложений Азербайджану самому выступить в качестве коорганизатора подобных мероприятий. Наши организации азербайджанские, у нас десятки мероприятий будут проведены со стороны инициирования нашими организациями, азербайджанскими компаниями, которые тоже хотят активно участвовать в этом переговорном процессе и в этом форуме. Кстати, это очень большая возможность для Азербайджана и для наших и государственных, и частных структур представить себя миру в качестве лидеров процесса. Потому что председательство в КОП-29 – это еще и возможность проявить лидерство. И сегодня оно у нас. Сегодня мы хотим не только, скажем так, создавать условия для активной работы других стран или подготовить возможные площадки для переговоров, но и показать, как Азербайджан, страна, которая с большой историей нефтегазовой промышленности, на сегодняшний день движется к другим приоритетам. Это реалитет зеленого роста, это зеленая экономика, переход зеленой экономики, это новые города, смарт-города, смарт-деревни, это совершенно новые технологии, более дружественные к природе. Они звучат немножко friendly to nature на английском языке, поэтому я постарался перевести это на русский язык. Кроме всего прочего, можно очень много чего показать, то, что уже сделано в нашей стране. В отношении возобновляемой энергии, я считаю, что Азербайджан лидер сегодня в регионе. Мы очень много проектов уже запустили, часть из них уже имплементирована. Вы, наверное, в курсе, что знаете, что и подписаны соглашения, некоторые они уже работают, некоторые сейчас в работе, а еще больше на перспективу. И глава государства четко обозначил, что это является нашим приоритетом. Это возобновляемая энергия, это зеленые энергетические зоны, это и Нахичевань, и Гарабах, и восточный Зенгизур. Это энергокоридоры огромной возможности. Огромные возможности. И то соглашение, которое Азербайджан подписал с Грузией, Румынией, Венгрией и с Евросоюзом, последствия к этому соглашению уже проявляют интерес и страны Центральной Азии. Вы представляете, какие возможности начинают сразу появляться? Это огромный прорыв. Огромный прорыв. Я считаю, что в этом случае Азербайджан достаточно, скажем так, будет хорошая возможность показать, как наша страна может всем этим опытом делиться, и как мы готовы к этому привлекать другие страны. Создавать определенные новые формы деятельности в рамках зеленой возобновляемой энергетики. Очень много нового. И мы готовы и обмениваться, и принимать новые идеи, которые сегодня в мире, вы знаете, эта тема достаточно очень интересная. И я надеюсь, что в Баку будет предоставлена огромная возможность всем стран поделиться друг с другом. Спасибо вам большое за этот ответ. Действительно, очень вдохновляюще выглядит приближение КОП-29 в Азербайджане. Но мы с вами говорили про то, что ждет делегатов. Что же ждет жителей и гостей города в рамках КОП-29? Потому что мы знаем, что здесь определенные транспортные вопросы возникают. Вопросы сектора гостеприимства, хоспиталити. Как эти процессы на данном этапе организуются и что ждет жителей и гостей Баку в ноябре этого года? Вы знаете, я просто предоставляю вам некоторые цифры по предыдущим форумам. Например, форум, который проходил в Глазго или даже до Глазго, это был Мадрид, до Мадрида была Польша, 14-15 тысяч участников. В Глазго уже было больше 25-30 тысяч, в Шарм-эль-Шейхе уже было 30-35 тысяч, в Эмиратах по разным оценкам около 70 тысяч, даже чуть больше. Я не могу пока говорить о цифрах, процесс регистрации еще идет. Мы сможем говорить о цифрах только после окончания самого КОПа, потому что, откровенно говоря, Азербайджан полностью, скажем так, достаточно открыто всем заявил, что мы готовы принять всех гостей в Азербайджане. Соответственно, большая подготовительная работа по тем вопросам, которые вы осветили, это отели, это соответствующие условия для гостей, это и визовая, новая визовая система, облегченная визовая система, это и все возможные вопросы, связанные с павильонами, с транспортировкой, логистические вопросы, очень большой спектр вопросов, очень большой и создана хорошая, серьезная команда в операционной компании, которая этим вопросами занимается, очень нелегкая, сложнейшая задача, потому что мы в Баку никогда не принимали такой большой форум с таким большим уровнем участников, еще и очень важный форум будет проведен в первые дни, это форум лидеров стран, и, соответственно, можете себе представить и участие глав государств, правительств, и министров, и большое количество участников, определенные ограничения могут быть, но мы считаем, что, скажем так, Азербайджан с достоинством и на высоком уровне сможет это мероприятие и гостей всех принять, и, соответственно, на высоком уровне его провести. И в завершение нашего интервью, как, по вашему мнению, КОП-29 изменит не просто Баку, не просто Азербайджан, а изменит весь регион? Мы видим, что сейчас уже определенные более экофрендли, более зеленые решения принимаются в стране, мы видим велосипедные дорожки, мы видим более глобальные решения, не просто такие чисто человеческие, бытовые. Как изменится регион, как изменится наша страна после проведения КОП-29 в Азербайджане? Вы знаете, уже до КОП-29 были приняты определенные решения на государственном уровне, это и национальные приоритеты 2030, и государственные программы социально-экономического развития, в которых уже отражены все эти вопросы, и они уже приоритетизированы для дальнейших наших государственных программ. То есть в этом вопросе мы за годи все эти программы государство приняло. Ну, вы знаете, этот процесс сейчас интенсифицируется, честно говоря, наверняка вы тоже это замечаете везде, часть вашей вы уже отметили. Еще больше будет разных нововведений, которые, ну, может быть, немножко для нас они поначалу кажутся, что не совсем могут быть эффективны, но вы увидите, насколько это будет интересно, насколько это будет применимо. Это касается и велодорожек, и электроавтомобилей, и электроавтобусов, и создается огромная инфраструктура сейчас, огромное количество этих зарядных участков, которые будут снабжать электроэнергией, заряжать эти электроавтомобили, электроавтобусы, очень много чего поменяется. Сознание людей, мы очень надеемся, что этот форум еще и даст возможность повысить экологическую образованность. И в отношении, у нас достаточно серьезная работа, в особенности вот сейчас мы начали ее активно пропагандировать на всех каналах, используя все возможности доведения формата до населения. Мы очень надеемся, что и ваш канал будет активно нас поддерживать в этом вопросе. Огромная площадка будет во время самого КОПа. Сюда приедут практически все мировые агентства мира. Все будут вещать из Баку. Соответственно, на нас большая ответственность, чтобы наш народ, наши граждане тоже были осведомлены, очень важно, чтобы были осведомлены о тех процессах, которые идут. Какие позитивные процессы в регионе пойдут в нашей стране, какие позитивные процессы пойдут. Потому что такой форум, он обычно дает толчок определенным экономическим нововведениям, определенным, например, в банковской сфере. Это низкую чину, что будет определенная инициатива касательно зеленого финансирования. Это в проведении новых проектов в стране зеленая тематика будет ставиться как основная. То есть это жесткие экологические стандарты, определенные программы, которые и компания, и общество, и молодежь. Мы очень надеемся, что молодежь будет очень активно принимать участие во всех этих процессах. И мы надеемся, что, скажем так, это будет очень позитивный, большой, хороший процесс. Пожелаем и операционной компании КОВ-29, и в целом стране успехов в этом действительно нелегком деле. Спасибо вам большое за интервью. Вам спасибо. Благодарю вас. Субтитры подогнал «Симон»